Всем привет, друзья! Вы на канале Шедвиль, игровые миры. Меня зовут Дмитрий, мой снова в Стар Дюэлле, второй сезон ферма Олд Шедвиль. И Шедвиль начинается в очередной предпоследний летний день. Нам нужно, конечно же, прежде всего думать об автоматике полива, иначе наша жизнь превратится в то, как жил дедушка наш, когда несколько лет, ну не несколько лет, но, наверное, один год точно страдал поливом растений вручную, но мы уже близки. Железная руда уже в прошлой серии нам первый раз попалась, значит она где-то близка, еще и уровней 5, наверное, вглубь шахты и железная руда появится. Итак, завтра у нас будет ясно, нам все равно, потому что у нас уже заканчивается лето, посевы скоро погибнут уже завтра, буквально надо будет все собрать лишнее, а духи в добром расположении у нас. Поэтому мы с вами немножко сегодня напряжемся, это уже поливать не надо, это уже все. Картофель собираем, огород оставляем пустым, хотя лучше, наверное, оставить, чтобы не полоть это все осенью, он уже зарастет за завтра, давайте сорвем это завтра. Давайте, наверное, это сделаем, клубнику только полью сегодня, попробую полить клубнику, а вдруг нам повезет и завтра она появится. Просто если сейчас мы все вырвем, то огород высохнет и на осень придется все делать по новой. Завтра это все сделаю, ладно, все равно сорвал, ну сорвал и сорвал. Мы больше не выбрасываем, кстати, овощи, я имею ввиду в торговую корзину, мы все теперь копим, потому что у нас появились первые катки в прошлой серии. Первые катки это увеличение доходов в 2-3 раза, как минимум, вот они родные у нас тут работают. Через несколько дней появится у нас долгожданное варенье и, соответственно, деньги. Так, кота поить надо не забывать. Он у нас находится на ферме 4 угла, очень и очень далеко. И поэтому очень часто мы, я думаю, будем забывать о нем. Но все же надо все-таки возвращаться. Буду вспоминать, когда буду идти смотреть на свой парк. Парковую зону, которая растет, кроме вот этого дерева. Не знаю, что ему надо. Поливать его бесполезно, но все же. Надеемся, что оно все-таки взойдет когда-нибудь. Ладно, друзья, 8-10. Я предлагаю спуститься в шахту и все-таки достать железную руду. Кстати, котяра, вот он. Пришел к воде, прикиньте. Бабочка возле нее летает. Настоящее лето. Ну, давайте отправляться в шахту. Что нам ждать-то? Пойдем через центр города. Как раз делает нам сегодня нефиг. Морожка у нас в рюкзаке. Я думаю, до 40 уровня мы докопаем. Я не помню, на каком уровне остановились. По-моему, на 35-м. Да, наверное. Или это слишком сильно охватанул. Наверное, на 30-м. Ну, ладно, сейчас увидим. Сейчас я посмотрю с днем рождения, какие там дела у нас происходят. А дни рождения у нас сегодня реально оймель, день рождения. Она любит... Она любит шерсть. Шерсти у меня, понятное дело, нет. И она любит камни. Так, если я не буду, не принести Джоджо Колом. Ладно, пока что в шахту не пойдем. Давайте выполним мелкие задания, которые позволят нам проникать в дом Лей. Это уже что-то. То есть мы сможем у нее там шастать. Я думаю, до двух сердец мы докачаемся, когда подарим ей Джоджо Колу. Кстати, у меня где-то валялась эта одна бутылка. Если я никуда не выбросил. По-моему, она должна быть вот здесь. Так, Джоджо Кола есть. Подожди, куда же она делась? У меня же была Джоджо Колу. Ботинок есть. Ботинок ей не подойдет. Кстати, Эмили надо подарить, наверное, драгоценный камень. Вот этот аметист, я думаю, пойдет на ура. Так, железная руда. Один кусочек у меня имеется. Все остальное, все остальное, все остальное придется держать в руках. Джоджо Колу я... Блин, я ее сдал в прошлой серии. Вот зачем ты это сделал? Я ее продал. Я ее в рюкзак засунул. Ой, не в рюкзак, а в этот ящик. Я думал, она больше никому не понадобится. Хе-хе. Бывает же такое. Но, оказывается, еще и Лея ее попивает. Ну, ладно, давайте у Пьера ее приобретем. Мне лень бежать в супермаркет. В супермаркете она 75 монет стоит, а здесь... Сейчас посмотрим, сколько у Пьера. Наверное, чуть дороже. У Пьера она должна быть немного... Хорошо, что Пьер сегодня работает. Ну, ладно, Джоджо Мартс всегда работал. Нет, у Пьера, по-моему, его даже продают. Ну да, что он будет продавать? Напиток конкурента. Кстати, я еще давно мечтаю об этом рюкзаке. 10 тысяч. У меня всего 275 монет. Блин, Лея, ты меня, конечно, поставил в неловкое положение, если честно. Я не думал, что кроме Мэра кто-то пьет эту отраву. Поэтому в прошлой серии без зазрения совести просто сдал ее опять же Мэру. Ладно, здрасте. А, не ты что продаешь. Ну ладно, привет. Что расскажешь вообще? Добро пожаловать, Джоджо Март. Как проходит ваш выходной? Теперь для вас доступно членство нашей корпорации. Будучи членом корпорации. Вы сможете помочь в благоустройстве города с помощью наших рабочих. За определенную плату, конечно. Ах да, кое-что. Мэр Льюис пообещал нам, что когда в этом городе станет на одно члена больше, Джоджо он продаст нам здание старого клуба на склад. Разве не чудесно? Членство 5 тысяч. Хорошо, что у меня нет денег. Вот когда я буду отыгрывать злого персонажа в сезоне третьем-четвертом, вот тогда я буду работать против города. Но пока что я еще внук того самого, самого знаменитого деда Стардио Эли по имени Шетт, поэтому я не могу испортить его репутацию и свое имя и его фамилию. В общем, не сегодня. Руки у меня здорово болят, но это знак прогресса для такого парня, как я. Мне кажется, тысячу раз вчера отжался. Ладно, как нам найти Эмили? Эмили и Лею. Это сложно. Честно говоря, весной я их не отслеживал. Я только пение отслеживал, где она бродит. Ну, как сами понимаете, тот, кто захотел на ней жениться, не я одет в прошлом сезоне. Мне хочется заняться шопингом. Ох, у нас было побольше магазинов. Пение я найду в любом случае. Меня прям тянет к ним магнитом. Наш город такой маленький, встреча с каждым здесь не избежать. Интересно, какого жить в большом городе? Здорово, дети, меня не знаете, да? Тебя пахнет травой. А тебя пахнет одуванчиками. Папа скоро вернется. Надеюсь, он привезет мне игрушку. Когда папа вернется через год. Так, тут еще одни тихушники. Момент, надо пройти уровень. Момент, надо пройти уровень. Да проходи ты уже. В игру играть, что ли? Что? Я тебя не расслышал, задумался кое о чем. Что ты хочешь? Так, 11.40. Ну, по-моему, Эмили уже вышла. Ну, наверное, в салуне уже сидится. Да, я не могу. Нет, могу уже войти. Нет, Эмили на месте. Правда, я к ней не могу попасть. Вычурный туалетный столик. На нем полно кремов, краски, пудры. Книга. Пустой дневник. У Хейли даже нет мыслей. Вы взглядывайте с комод Хейли. Там полно одежды. Так, Эмили выходит. Отлично. Так, я в кровати проверил. У Хейли. Фотоаппарат Хейли. Что за книга лежит? Мода случая фотографии. Ладно. Ладно, с днем рождения... А, да, я с тобой поговорю сначала. Привет. Я люблю шить себе одежды сама. Но в ткани у нас дефицит. А в большой город так долго ехай. Да нет у меня пока ткани. Ладно, с днем рождения. О, видите, ей нравится. Я помню. Что Эмили нравится, я помню. Ты помнишь про мой день рождения? Спасибо, это так здорово. А ну, давайте. Давайте, интересно для интереса. Интересно для интереса проверим, сколько мы прокачали. Три. Максимум. Ну, не максимум. Максимум из всех. Сейчас, после того, как я угодил ей с подарком, у нас три сердца. Я теперь могу смело входить в ее спальню и узнать, чем она тут занимается. Понятно, что она занимается шитьем. Внутри кассета ритмы для свободного танца. Двойная кровать, ничего себе. Это родительскую спальню, наверное, заняла, да? Это компьютер Эмили. Он защищен паролем, так что рыться в ее данных не получится. Ну и ладно. А это что? У меня не так и много вещей, кстати, в комнате, чтобы побольше о ней узнать. Ладно, мне бы теперь найти... Найти теперь еще одну дамочку. Блин, целый день прошел пока. Ну ладно, зато прокачал очень неплохо отношения. Меня сюда не пустят. А где она может быть? О, Вилли, ты здесь рыбу ловишь весной, оказывается? Если в городе станут больше рыбачьей, то я, глядя, новые товары завезу. Отлично, еще одну книгу нашел. Лучше партефакты подали. Так, а кто-то помнит, где найти можно Лею весной? Во второй половине дня. Сходил, блин, в шахту. Ладно. Тут она нигде не бывает, нет? Кто ее знает? Может и бывает. Кстати, еще мышиный дом не открылся. Не знаю, я ее встречаю вообще в самых неожиданных местах. По-моему, она на мосту стоит. С той стороны, помните? Возле Джоджа Марта. О, сколько тут лука! Кстати, надо собрать, завтра все закроется. Завтра последний день весны, и он помрет просто, этот лук. Поэтому надо его не оставлять. Вот скажите, что его здесь никто не садит. Вот реально, как будто его здесь засаживает какой-то, я не знаю, секретный персонаж. Я думаю, это та, огромный енот, который здесь валяется. Он точно здесь давно живет, но просто не попадается на глаза, видимо, еще рано. Это точно его грядки были. Но чувство, он меня скоро за это накажет. Ладно, Лею я так и не нашел. 14.50. Блин, хотел покопать в шахте сегодня. Нет, связался с этой Джоджа Колой. Лея, ты случайно не... А меня все равно не пустят сюда. Да. Только своим друзьям. Я еще не друг. Ну, давайте ее искать. Правда, она может до вечера и не появиться возле дома. Вот же из скульптора-то, да? Напомню, Лея, она скульптуры делает. Человек творчества. И шатается по всему городу. Ну, я бы так тоже, наверное, делал бы. Вдохновение аж надо было где-то искать. О, Вилли уже здесь. Вилли, ну ты перемещаешься. Здрасте. Пожалуй, тебе бы не понравилось в моем доме. Там темно и полно пауков. Да я туда и не планирую заходить вообще-то. Так, высохшая морская звезда. Это явно в музей можно сдать. Так, еще пару вещей. Давайте, я аж мост еще построил. Ну, кстати, надо бы зайти и в мост посмотреть. Что там на той стороне моста? А тут, ой, сколько всего она выпадала. А должна сколько стоит? Да, оно и для других целей нужно. Посмотрите, сколько. Нифига себе. Я сюда не захожу. Кораллов скук. Один, кстати, сотню, по-моему, стоит. Ну, они еще и нужны для других целей. Вау, солнце вышло. Видите, яркость экрана. Это, по-моему, сюда добавили. Раньше такого добра я не встречал. О, еще одна звезда. О, водоросли растут на берегу. Серьезно? Это вообще для меня новинка. Я вот здесь тоже дом построил. По соседству с этим нашим другом. Внуком Кончиты Урст. Какие-то тут новые блики появились на пляже. Или, мне кажется. Ладно, где искать Лею? Лея, ты где? 17.00. День прошел зря, фактически. Но я хочу прокачать с тобой отношения. А на 8 закроется же дома, правильно? Правильно. Нашел старый диск. Сейчас создам... А, ничего не получится. Ничего не получится. Инвентарь полностью переполнен. Книгу я нашел. А, звезда здесь есть. Здесь не хватает книги. А здесь? Так, рыба как первый. Горди, у нас не дается поймать столько рыбы. У меня вот долго ничего не клюет. Горди, нужно полностью посвятиться рыбацкому делу. И со временем рыба станет клевочаще. Значит, если я буду работать на своем навыке, то смогу ловить рыбу быстрее. Горди, верно. Когда-нибудь ты даже научишься изготовлять собственные снасти и станешь еще более вкусным. Ладно, звезду я уже вижу. Не получится с ней ничего. Пойду ловить, тогда Лея возле ее дома. Все равно у меня рюкзак переполнен. Но зато, зато, зато можем сейчас пойти в узелок еще сложить кое-чего. Я думаю, мы взяли какие-то необходимые вещи. Здорово, Марни. Лею не видела? Тебе еще не доводилось заходить в странную башню к западу? Как-то я слышала странные звуки. На твоем месте я бы избегала этой башни. Марни, да был я там. Ничего там интересного нет. Ну что, когда Лея появится возле своего дома? Просто в 20.00 она закроет дверь, я ее уже не найду. Она может прийти снизу, она может прийти сверху, она может быть в лесу. Но если я день уже сегодня потратил на нее, то надо караулить, короче. Спрячу здесь в кустах. Буду ее здесь ждать. Наш ночевать-то сюда придет, я думаю. Она не ходит в паб? Она ходит в паб. Она может быть и там, и там. Ну ладно, у меня если что еще день есть завтра, на всякий случай. Я просто боюсь, что она с двух направлений может прийти. Либо отсюда, либо с леса выйти. В лесу она тоже часто обитает. А в дом я не смогу же забежать. Я же ей не друг. Поэтому она меня в дом может и не пустить. Да не может, она меня туда не пустит. Ё-моё. Ну с Лея попал, конечно. Конечно, она может сидеть в пабе. А может прийти с лес. Ладно, до 22.00 жду. Ой, до 20.00 жду здесь. Вот-вот за этими кустами. Если она так и не появится, тогда я иду через город в паб. Обычно она там за столиком стоит. Видел бы меня счет дедушка, да? Подглядывающим. Ну все, 20.00. С леса она не вернулась. Значит, она не в лесу. Хотя я ее часто здесь встречал. Она вот здесь даже на... Возле пруда этого вот здесь вот обычно что-то ела. Какие-то салаты даже. Но не сегодня. Хотя сейчас я ее мог бы пропустить. Вот сейчас. Но я не думаю, что она так быстро ходит. Вот зараза ж. Целый день угробил, но... О! Не та. Привет, девочка. Маньяк шить. Не ту ловлю. Не ту. Ну это, видите, порядочная. Пошла домой. 20.00 домой. Где носит Лею? Ну точно не в парке. Наверное, скорее всего в пабе сидит. Ну давай. Я надеюсь, ты здесь. Лея. Да, она здесь. Отлично. Привет. Я тебя в кустах ждал. Все комары одно место искусали. Я люблю украшать дом каждое время года. Короче, с днем рождения. На заказ свой. Привет. Как раз мне это было нужно выглядеть просто отлично. Вот тебе за твои хлопоты. Спасибо большое за мои хлопоты. Дай мои 75 монет. Что заработал, то и отдал. Но отношения должны улучшиться. Лея, ты где? Одно сердце. Все равно не могу к ней в дом войти. Да что ж такое за жизнь. Здорово, Пэм. Пэм на вас не реагирует. Да понятно, пьяный вообще. Добрый вечер. Най что-нибудь. Так, с Эмелья уже общался сегодня. С кузнецом еще не виделся. Иногда я думаю о том, как же я оказался в этом городке. Так, я удивлен, что ты до сих пор пытаешься со мной подружиться. Что мало тебе грубил. Да я не обидчивый особо. Может грубить и дальше. Ладно, пошли. Все, раздень у нас сегодня пропал. Но зато мы прокачали два сердца с Эмелья. И, наверное, одно с нашей Эталией. Скоро я войду к ней в дом. И в доверие. Потом посмотрим, что будем делать дальше. Так, мне нужен морской узелок. По-моему, тут можно что-то вложить. То, что я только что собрал на пляже. А ну, покажите мне океанский узелок. Нет? Нет. Особый узелок нет? Нет. Вот, вижу. Устрица. Так, устрицу вложили. Вот эта редко выпадает, но мы ее как-нибудь дожмем. Два осталось. Жалко вот этого. Кстати, морской еж там нужен будет для квестов, я помню. Ладно. Тут у нас что? Угарь. Это что? Лещ и желтый судак. Не помню, в какое время они ловятся. А это осетр и сомик. А что мы поймали? Большерот и карп. А тут речной... О, блин, вот это надо было нам ловить. Тигровая форель, шет и сом. Ну, завтра я в шахту иду, наверное, не до... Хотя весна заканчивается. Блин, а потом летом некогда будет. Нет, надо в шахту завтра валить. Срочно валить в шахту. Столик стоит, смотри. Блин, какой уютный городок. А я, сука, здесь бегаю второй сезон, а столика не видел деревянного. Я думаю, это кусок бревна какого-то валяется. Так, ладно. Заканчивается у нас сезон весенний. По идее, мы с вами молодцы. Мы молодцы. Потому что собрали много интересных вещей. Вот сейчас еще вот эту сорву. Рюкзак второго уровня заимели. Культуры развили. Катки поставили. Мне бы еще одну катку, конечно. Надо было к кузнецу зайти. Ну, ладно. Ладно, 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 ладно. Давай выложим... О, сова полетела. Это знак. Худой знак. Очень худой знак. Давай выложим все, что можно выложить пока что. Вот это рыбное, это к рыбам надо выложить. Это я буду там держать. Батуны и все остальное сюда. Хотя это им не место здесь. Ладно, у меня опять начинается хаос. Давай тут серебро будем выкладывать. Все-таки для этого оно и создано. Во. Батуны, это все пригодится. Здесь я буду хранить рыбу. Рыбу и все, что с ней связано. И все остальное. Во. Это норма. Водоросли у нас в другом месте. Так, ну это давай сюда. Это ж артефакт, да? Морская звезда. Да, это не годится никуда. Она нам не принесет пользы. Так, 23.40. Я, по идее, сегодня даже не устал. Посмотрите. О, два варенья. Отлично. Два варенья. Сейчас мы их продадим. Они нам обычно не нужны. Никто их не заказывает. Что я сюда хотел положить? Что-то надо опять сюда втулить. Катки надо поставить возле продуктового сундука, чтобы вот так не бегать. А мы давайте сделаем... Давайте, я не знаю. Что мы-то засудим? Чего у нас много? Давай сделаем этого. Две фасоли. Так, для разнообразия. Клубника потом у нас появится. Все, пошло. Потом катки передвинем или сундук передвинем. В общем, весной, летом переделаем кое-чего. Все, я спать пошел. Сегодня чисто работал с местным населением. Улучшал свой рейтинг. И ничего не успел. Ну, бывает. Иногда и такие у нас не получатся. Зато смотрите, собирательство прокачал. Дикие семена лета появились. И углевые сжигательные печь для мусора. Можем мусор с вами уже перерабатывать. А мусора у меня особо и нет. Тот, который выпадал, я его не поднимал. Так, последний день у нас сегодня. Парагноз погоды. Весны я имею ввиду. Солнечный день завтра. Предсказательство говорит, что духи нейтральные. А королева соуса расскажет, как готовить идеальный омлет. Это предмет искусства. Это золотой ангел из сияющего яйца. И сегодня я поделюсь с вами своим секретом. Нам уже дом надо расширять. Надо расширять дом. Так, переверни это письмо, чтобы узнать рецепт суперполезного блюда. Энергию у тебя будет, хоть отбавляй. О, два рецепта. Спасибо, спасибо, это здорово. Ну что, друзья, собираем все, что можно. Надо было полить вот этот... Вот это я не полил вчера, но уже поздно. Нет, есть ничего, не надо. Вот это надо было полить, и тогда бы сегодня здесь что-то появилось. С клубникой не повезло, я ее поливал. Но, к сожалению, у нас ничего не выйдет с ней. Нет, не надо съедать зеленую фасоль. Давай, поливать сегодня ничего не будем. Собираем сегодня только. Жалко, клубника три раза не успела родиться. Очень жалко. Завтра она уже помрет. О, тут картофель из этого выпал дважды. Так, косой мне тут надо с чем было поработать? С вот этим вот, да? Ты же косой собирается. Ну да. Все, прощай, весна. Ну так мы пережили с вами весну. Клубника, ну что ж ты не дотянул один день? Я ж тебя поливал регулярно. Ммм, жалко. Ну все. Все, друзья. Весна закончилась. Даже серебряный рис получили. Последний раз. Так, серебряный рис. Серебряный это, это сейчас заберу. Это в другом ящике у нас лежит. Здесь у нас лежит пока что золотое, потому что у нас нет ящиков. И дерево, чтобы создать что-то другое. Это, ну золото тоже здесь давайте сложим пока временно. Так, а серебряное туда отнести? Клубнику продаем. Варенье, ну давай продадим. Семена закупать сегодня бесполезно, поэтому сегодня валим в шахту. Прямо сейчас. Прямо без остановки. Здесь еще можем выложить лейку, но нам там точно не понадобится. И коса тоже там нам не понадобится. Мотыгу берем, топор на случай, если. Хотя не нужен вообще-то, но остальное все нужно. Все, пошли. Пошли, товарищи. А что мы так идем? Нет, не... Ох. Нет, мы так не пойдем. Мы с вами пойдем другим путем, потому что я если пойду тем путем, получу сейчас задание, буду потом кого-нибудь ловить целый день, так в шахту не попаду. А сейчас с утра в 7.30 мы с вами попадаем в шахту. У нас полные карманы. Морожки. И кто нас остановит? Это чтобы докопаться до сорокового уровня, наконец. Чтобы получить железо. А сколько мне надо железо, чтобы сделать... Пять слитков надо, чтобы сделать один спринглер. Самый простой. Нет, всего один железный слиток. Пять кусков железа, пять кусков меди. И мы сможем автополив... Делать... О! Нашел артепакт. Юнтер будет счастлив. Кусок топора. В конце первого сезона у меня таких кусков, наверное, штук 12 уже было. Просто выпадают в основном только они. Все, ни на кого не обращая внимания, быстро валим шахту. Быстро, быстро, быстро. 35-й, я надеюсь. 35-й. 30-й. Эх, я думал, хотя бы 35-й дошли. Не дошли мы до 35-го. Ладно. Ладно, ладно. Так, ну давай, поехали. Это же та самая темная шахта. Помните? Мы сюда одним глазом пришли посмотреть. Здесь зомби ходят, неубиваемые. О! Ладно, сейчас гляну, что внизу. Неплохо мы нашли выход. Хоть и духи нейтральны. Ё-моё, а себя тут без этого был? Без кольца. С легким ореолом света. Смотрите, вообще ничего не видно. Это жесть лишь какой-то. Так. Ладно, камни не трогай, нам нужна энергия. Не трогай, не трогай камерами. Давай валим. Чисто проверили то, что возможно нам пригодится. Давай, вали. Я, по-моему, слышу летучую мышь. Вы тоже ее слышали? Так, ну давай здесь пробиваться. Наверное, где-то проход. Вряд ли он в этой дырке. О! О, мне выпадает. Проход, мне кажется, был выше. Ну ладно, раз я уже сюда залез. Какая темень зомби. Угольный зомби, ребята. Что-то зажимать надо. Его хоть и почти не видно. Меч хорош, кстати. Очень быстрый. О, проход открылся. Ничего ж себе. Ой, нет, иди в баню. Иди в баню, говорю. Да идите в баню. Я просто роду и хочу взять. Да нет, их тут очень много, кстати. Но я, наверное, вряд ли знаю, где баня находится. Сейчас я тут еще вверху гляну. Да отвали ты от меня. Нет, бьют не сильно, на самом деле. Так, я сейчас буду нервничать. Почему я не могу пройти? Я не вижу, что там. Это что, камни, что ли? Или что здесь такое вообще? Почему я не могу два метра сделать? Шаг на два метра вперед. Ладно, все, давай, вали. Очень темная шахта. Настолько темная. А это как я здесь раньше прошел. Давай, выпрыгивай отсюда. Тут будут светлые шахты? О, наконец-то со светом. Вообще на ощупь выбирался. Так, шахта, выводи меня давай. Уже поллинии нет. Ну ладно, у меня мороженое есть. Вот это самое, наверное, неприятное шахта. Ну как, на нашем уровне. О, выход нашел. Потому что очень темная. И вот эти угольные зомби, они под цвет пола. Все, уходим. Я не вижу здесь ничего интересного. Надо все камни. О, выход сразу. Отлично. Нет, нас ведут, конечно, сегодня. Так быстро нах... А это что? Уперся, не пойми во что. Во. Так, это ладно. Может, залежи уголька будут, нет? Ой, е-мое. Древнее большое дерево. Вот этот зомби будет идти за мной до конца. Что самое интересное. Он не отстает. Пока я его куда-нибудь не пошлю. Он все равно будет идти. Не знаю. Тут, по-моему, здесь ничего нет на самом деле. Аккуратненько сейчас. Аккуратненько. Давай. Это у нас какой? 35-й? 35-й. 13-40, 35-й уровень. Я думаю, сейчас нам должно повезти. Желательно бы, конечно, до 40-го добежать. Сейчас уже должна попадаться руда. Блин, зомби вонючий. Побежали сюда. Побежали. Да, отвали ты от меня. Просто выход ищу. Нет, и идет, и идет. Посмотрите. О, выход нашел. Как в фильмах, блин. А, и все же ты? Мне не хочется его убивать. Я гуманный фермер. Не убиваю угольных зомби. Нет, пока что медная руда. После 40-го, наверное, начнет появляться. Ох, еще и два. Да, это же чудесно просто. Да. Чувствую, я тут не обойду их. Еще и мышь появилась. Не вижу ничего. Где-то еще мышь в темноте. Где-то тут. Ладно, одну пришиб. Ладно, давай его убьем. Ты не даст покоя. И еще состоит, смотрите, из угля неубиваемый просто. Просто я еще не убил ни одного. Или это те подвалили. А, это верхние, наверное, подвалили. Хоть бы уголь с него падал. Это было бы вообще замечательно. Ну, хоть бы кусочек. Уже все-таки угольный зомби. Ну, это я его так назвал. Камень выпал и кварц. Вот что выпало. Ну, и как мы тут найдем выход? Смотрите, сколько камней. Да чтоб тебя! Сколько вас тут... О, выход нашел. Подожди, сейчас посмотрю, что вверху. О, это надо забрать. Валием. Кварц тоже не помешает. Там потом надо будет делать очищенный кварц. Поэтому, сами понимаете. Нельзя разбрасываться ценными ресурсами. Так, все... О, побежал его. Так, с этого не... Где-то бежим. Ай, больно. Где-то тут выход был. Вот он. 37-й. Давай еще три уровня. Напрягись, приятель. Сейчас будем мороженое уже жевать. Скоро будет перекус, фермер. Шахтер ты наш. Держись. Разбивай все подряд. Я думаю, выход может быть даже в самом начале. Уже водка выпала. Отлично. Так, все. Уже энергия. Энергия начинает кричать о том, что надо есть. У нас есть чем перекусить. А что, я не взял больше ничего? Ничего на самом деле не взял, прикиньте. Ладно, давайте есть. Заодно и здоровье повысим. Но здоровье это не проблема. Здоровье повышается быстро и практически не тратится. Вот энергия. Сколько у нас? Три уровня, 17-20. Ну, я думаю, мы сможем. Ладно, не будем делать выводов пока. Нет, не трогай больше. Пока выводов не будем делать, давайте аккуратно. Спускаться вниз, разбивая все, что можно разбить. О, руда выпала. Медная, жалко. Вот если сейчас бы выход появился, я бы, наверное, вышел бы. Потому что 37-й, это еще три уровня. 37-й, 38-й, 39-й. И до 40-го. Да где ж ты, зараза? Уже долг. Тихо. Но мышь это не проблема. Мышь это не зомби. Зато меднороды набили. Ну, правда, падает не очень много. По одной в основной. Я привык по 4, по 5, чтобы вылетал. Ну, три бывает. Три это же праздник. Где выход? Что ж такое? Там вообще выпадал с любого камня. Я его хоть не пропустил, пока сюда бежал. Так, у нас уже критическая отметка. То есть, еще не дойду. Морошки-то у меня, конечно, еще 40 штук. Но тут дело не в ней. О, нашли выход. Все, сразу прыгаем. Без вопросов. О, сразу выход. Это хорошо, на 39-м сразу оказаться. Нам предстоит только один пройти. Но тот уровень будет зигзагом. Помните? Ох, тут как темно. Сейчас, ну, сейчас вот здесь еще бегут. Где железо? Где железо? Зомби вижу. О, уголь. Уголь, уголь, уголь. Железо есть? Нет, железо. Все, можно смело покидать. Нет, подожди, еще вверху что-то может быть. Ничего здесь не может быть. Побежали отсюда быстро. Железо не нашел. Значит, после 40-го только начнет появляться. Все, прыгаем. 39-й. Зигзагообразный, нет? Не знаю, но разбивать буду все. Блин, тебя-то только тут и не хватало. Руби, 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 руби его. Я не знаю, нужен нам для статистики в сообществе искателей приключений или нет. То, что с него падает только камень. О, выход. Все, друзья, мы дошли до 40-го. Мы выполнили этот уровень. Я погуляю еще. Я еще погуляю. Сейчас еще посмотрим. Желудок набили. Вот это сейчас еще минуту. Ничего себе мы спустились. Это сок. Такой сок у меня и на ферме есть. Аметист вернули, который подарили Эмиле сегодня. Так, ну все. 40-й наш. 21-30. Можем еще попробовать 41-й посмотреть. Нет ли там железной руды сразу возле выхода. Или входа. Отлично. Есть уровень. Требования выполнили мы с вами. Сейчас получим что-то новое. Так, на дне. Спуститься до дна шахты. Отлично. Дальше на дно будем стремиться. Мы получаем с вами рогатку. Я, кстати, рогаткой вообще не пользовался. В первом сезоне. А чем она стреляется? Камнями обычными. Обычными камнями. Вот этими камнями. Ладно. Ну что. Железная руда будет, нет? Слизни появились. Тут сразу выход. Я не вижу железной руды здесь. Но вижу крупные камни. Тут хоть посветлее стало, согласитесь. Ну дно шахты это какой? Сто двадцатый? Ооо, мои любимцы. С них падает очень, очень много уголька. Ну, если повезет, конечно. Я не безобидный в основном. Ну, убиваются долго. Конечно, месяц менять пора. Да, видите, уголь все-таки иногда падает. Я сюда ходил на поздних уровнях в первом сезоне. Чтобы что-то отыскать здесь. Ну, уголь единственный способ добыть это с этих товарищей. Слушайте, железной руды как не было, так и нет. Мы же стали покрепче. Зато камни везде попадаются. Где железная руда? Ну, хоть что не... Ого, у вас тут расплодилось. Что тут у вас? Где-то сад пушистиков? Стоять. Этот меня вообще бьет. Смотрите, стал и бьет меня. Все, уже спать пора, я вижу. Нет, уголька набил нормально, кстати. Они, кстати, камни метают. О, железная руда. Да неужели? Я дошел до нее, ребят. Я до нее дошел. Мне уже, конечно, правда пора бежать. Одна. Карл, одна. Мне уже реально пора бежать. Я, эх, с 45-го не добежал чутка. И выхода ж нет, да? Ну да, где ему взяться-то? Ладно, все. Час 10 я уже не успею домой, наверное, добежать. Сейчас отберут какие-то деньги у меня или еще что-то. Блин, чуть-чуть не хватило. Ну, буквально не знаю сколько. Ну, эх, вообще мизер не хватило, чтобы добежать. Сейчас бы нашел на 45-й уровень пролез бы и там бы остался. Зато взял морозную же воду. Она используется для узелков. Домой я уже чувствую, не добегу. Да, за 20 минут я не добегал. Поэтому меня сейчас найдут мертвым. Как обычно, это у меня происходит летом. В первый день лета всегда меня находят мертвым. Отбирают, по-моему, тысячу, да? Или какие-то... А, с новым обновлением теперь меня отберут. У меня теперь отберут... Сколько у меня отберут? У меня отберут какой-то предмет или что-то, да? А, я не в шахте умер. Нет, нет. Животновод. Уровень 5 фермерства. Вы берите профессию. Вы продаете урожай на 10% дороже. Вы продаете продукты животноводства на 20% дороже. Давайте культиватор. Все-таки будем делать ставку на... На... Именно на... На... Этим. Растения. Уровень боевые навыки. Плюс 5 очков здоровья. Алексей в жизни научился делать. Заработал я 580. На моем малиновом варенье. Интересно, сколько я теперь потеряю. Мне сейчас мама должна прислать что-то из... Сбережений. Какую-то сумму. Ну что, лето. 828, что ничего не забрали? Так, вчера ночью кто-то из вас... О, 27 золотых всего на все. Харвис, спасибо тебе. Это такие мелкие деньги. Тебя нашли без сознания за переутомление. Нужно ответственно относиться к своему здоровью и ложиться спать во время. Я списал 27 золотых с твоего счета, чтобы покрыть расходы на лечение. Это, видимо, первый год. Простительно. Простительно. И это здорово. И это здорово, что так мало забрали. Поэтому не зря. Надо было до конца биться. А, нет. Шахте нельзя терять сознание. Предметы точно отберут все. Лучше потерять где-то вне зоны. Шахты. И тогда у тебя только деньги спишут. А так могли забрать все, что угодно. Так. Замерзшая слеза. Ее можно отдать юнтуру, а можно отдать кое-куда. И морозная жеода. Но ее можно разбить. Вот я не помню морозную. Морозная слеза даже для задания какого-то будет нужна. А вот морозные жеоды, по-моему, только для разбивания. Они нам, наверное, не нужны. Смотрите, сколько угля я нашел. 32 штуки. С ума сойти можно. 36 медной руды нашел. Дористические топоры, это точно. Гюнтера 8 этих штук нашел. 6. В сумме 7. То есть я могу сделать сейчас один автополив. И сейчас начну плавить. А я начну плавить. Давай. Как раз у меня одна печь есть. Плавка пошла. Один автополив у нас будет. Потому что есть у нас медный слиток. И будет сейчас железный слиток. Так. 119 камней. Камни чего-чего. А их зашибись. Так. 5 летучих мышей. Кстати, впервые летучие мыши встретили с вами. В общем, сегодня лето. У нас очень мало денег. Это, конечно, грустно. 828 всего монет. Что мы будем с вами закупать? У нас две грядки. Это все высохло. Клубника сдохла. Эх. Жалко. Камни появились. На моей ферме. 38 морожки. В общем, надо еще железо. Надо еще срочно железо. Сейчас я тут мусор чуть-чуть уберу. Он расползается по моей территории. Надо немного железо пойти найти. Постараемся. Пьеру надо срочно бежать. В общем, дел полно. Живот, наверное, я засуну сначала в узелок. Она там, по-моему, точно имеется. Это Гюнтеру. Камень и дерево сейчас выложу. Хотя дерева у меня и немного. Побыстрее бы это готовилось. Так. Где нам брать деньги? А, кстати, мы можем сделать катки еще. Катки. Катки и побольше. Вот что нам надо делать. Точно. Мы же будем превращать лишь наши овощи весенние в деньги. А для этого нам нужно создать как можно больше каток. Ну, камни у нас дофига. А вот дерева нет практически. Поэтому берем и рубим. Пока еще пьер не открылся. Все, что видим, сразу рубим. Ужать нам, конечно, залезть в шахту. Прямо сейчас. Прямо сегодня. Чтобы, чтобы, чтобы побыстрее найти железную руду. Тем более мы нашли, где она находится. Мы уже начали ее собирать потихоньку. Хорошо. 17 плюс 59. Еще одну катку можем сейчас с вами поставить сразу же. Давай. А, уголь, 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 уголь. Нужен. Уголь у нас есть теперь. Теперь уголь у нас есть. 8 угля на одну катку. С ума сойти. Все. Еще одна катка готова. Сейчас мы ее куда-нибудь засунем. Давай. Да сюда. Пока сюда. Пока сюда. Потом. А может не сюда надо было ставить? А у меня там места нет внизу. Ладно, давай еще дерево. Мне дерево еще надо. Мне надо еще немного дерева. Где-то оно тут есть у нас. Ну вот это. Нет, оно как-то стоит красиво. На перекрестке. Давай внизу рубить. А, котяра, я про тебя забыл. А у меня нет лейки. Так что сегодня ты пить не будешь. Давай еще на одну катку. Я думаю, каток 5 надо сделать. Напрячься и сделай все-таки сегодня. Потому что иначе где набрать деньги. Вообще, чем больше, тем лучше. Что тут? Точно еще не видно. Заросло все. Нет, это не трогай дерево. Оно побыстрее взойдет. Так, давай. Сейчас продать вся энергия уйдет. А мне бы и автополив обеспечить. Это было бы здорово. Так. Руби это. Сколько там у нас дерево? 49. Еще на одну катку сейчас хватит. Это будет какая? Это будет четвертая. Нам надо 5. Нам надо напрячься и сделать 5 каток. Внизу есть камни, но нет сейчас руды. Видите? Ну, камни у меня нет достатка. Недостатка нет в виде камней. Камни в шахте валяются повсюду. Вот дерево, конечно, сейчас трудности. Все, половина линии ушла. Чисто на дерево. Отлично. Сука у нас 90. Давай еще одно дерево. И будет комплект. И на 2 катки как раз хватит. Будет 5. Так, я уже открылся. Надо бежать. Хотя, если мне сегодня полоть придется. На денег особо немного. На летние семена. 110. Ну, давай еще одно дерево. Давай уже гулять так гулять. А чего мне мама в этом году ничего не прислала? У нас мне обычно что-то присылала. Какие-то деньги постоянно приходили. Сейчас что-то нет особо. Ладно. Окей. Все, 128. Нет, маловато. На 150. Если мы хотим 6 каток сделать. А, у меня косы нет. Пардон. Давай эту срубим. Все, энергии нет. Сегодня чисто занимаемся. Не знаю. Гуляем. Смотрим на птичек. Дышим летним. Воздухом. Сколько? 137. Еще одно дерево надо срубить. Все. Еще могу бегать пока. Только я не могу дойти до залежи моего дерева, которое рухнуло. Сейчас же ударю и не смогу ходить. Все, не смогу ходить. Ладно, ешь мороженое. Отлично. Во, это я ради этих досок сюда бежал. Все, сейчас мы занимаемся чистокатками. Тут у меня такая ферма, что в один из дней могут найти мой труп, валяющимся среди кустарников. Потому что никто не кинется. Даже мой кот сделает вид, что меня нет и будет постоянно меня прикапывать каждый день. Потому что я его не пою водой. Так, 800 денег. У меня надо поставить еще пару кадок. Желательно их поставить, конечно, где-то в этой зоне. Раз, два, три. Раз, два, три. И тут можно поставить, в принципе, по четыре. Почему я ставлю здесь по три? Ставь по четыре. Ты же можешь заходить и стой с той стороны. Больше влезет. Зачем эти дорожки? Да, сейчас мы с вами так и поступим. Давайте, наверное, пока катки отложим. Надо найти место под эти... Вау, автополив готов. Первый наш. Первый наш автополив сейчас будет. Все у нас уже есть. Поэтому это большой праздник для нас. Давай вот это пока что выбросим. 23 уголька. И 165 дерева. Это пока все выбрасываю после же тут. Живоды разбить. Живоды я забираю. Живоды мы разобьем. Сейчас пойдем сдадим. Гюнтур надо забежать и купить какие-нибудь семена. Любые, абсолютно. Абсолютно любые семена. Но нам надо на палочках, конечно, что-то, чтобы перерождалось постоянно. В течение всего лета, всего сезона. А потом перейти на чернику, наверное. Та, которая тоже дает постоянно и много всего. Ох, а хватит у меня денег на все это. Боюсь, что нет. Плюс у меня летний узелок еще появился. Так, задание кто-то тут хочет мне дать. Себастьян с железной... Себастьян, ты... Как тебе сказать? Я его только выплавил. Иди в баню. За 360 я тебе не продам железный слиток. Я его еле нашел. Здорово ли? Сразу ясно, что сейчас лето. И всего захистает сладкий аромат нектара. Здорово. Семена дыни. Семена дыни. Это круто, конечно. Дыня это вообще круто. Это очень круто. 12 дней вырастает. Он вернит денег. А это еще круче. Потому что мы можем его набить дофига. Но нам надо что-то на палочках. А на палочках у нас хмель. Он очень дешевый. Зачем он нам нужен? Я-то думаю, зачем он нам нужен? Дыня хороша. Но черника перерождается. Дыня очень дорогая, кстати. А если еще и варенье с ней делать? Ой, дыня вообще кайф. Сколько я смогу купить? 10 дынь. А мне надо 9. Вот ее мое. Давайте сыграем ва-банк. Хотя черника будет постоянно потом давать. Ее не надо пересаживать будет. Ее тоже можно набить дофига. И автополив будет. Максимум могу купить 10 штук. Ну давайте чернику купим и забудем про нее. А сколько она? 13 дней? Да, 13. А это 12. Давайте 10 штук. Хотя мне надо было 9. Ну ладно, будет 10. Будет 10. Пошли. Все, что мог, я купил. Этот с железным слитком обойдется. Подожди, дни рождения там как у нас летом распределяется. А дни рождения у нас, слава богу, еще 3 дня до них. Так, одну чернику я конечно перегнул, надо было дыню брать. Ну ладно, зато поливать не надо, то что я только что купил. И на палочках хмель нам пока не нужен, потому что нет бочек. Может быть этот летний сезон я пропущу насчет хмеля. Он очень дешевый. Я наверное не буду ставить вот этот раз на палочках рассаду. Хорошо, нам тут надо подумать, что нам ставить. Вот здесь мы ставим спрингер один. И вокруг него окапываемся. Все очень просто, элементарно. Поэтому, поэтому берем железный слиток, который нас заказали. Вот учуял, блин, просто, слышите, Себастьян, что у меня слиток появился. Да это же как золото фактически. И уже пришел поживиться. Нормальный парень. Короче, мне еще 3 кусочка надо железной рудой срочно. Сейчас надо, может, а, у меня здоровья нет. Энергии нет, ничего нет. Первый спринглер, самый простой, что ни на есть. 4 смежные клетки только поливает на самом деле. Давай его ставить тут. Вообще-то его, конечно, надо ставить на кусок пола какого-нибудь. На кусок пола. Или на кусок плитки. Давайте поставим на кусок плитки. Чтобы потом можно было спалывать. Удобно это дело. Дайте мне один камень. Так, вот тут мы его ставим. Правильно? Надо бы, да. Давайте только сделаем сначала. А сделаем это легко. Раз. Так. Ну, такой будет. Нет у нас пола пока что. О, вот теперь он, по идее, не должен слетать, когда я буду полоть вокруг. Здесь теперь мы с вами выпалываем это дело. О, кто-то побежал. Какая-то гусеница. Или лягушка. Сейчас опять буду терять сознание, да? Я начинаю вставать. Да я знаю. Отлично. Черника пошла. Полейф идет рано утром. Один раз. Такой маленький спринглер. Я вообще не привык к таким маленьким спринглерам. Да, мне надо было девять. Одну лишнюю схватил. Ну, ладно. Теперь мне надо это полить, чтобы оно побыстрее зашло. Где у меня тут оставалась лейка? Лейку я тут оставил, по-моему. Так, лейка, 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 лейка. А где я лейку бросил? Наверху. Ну, не здесь же. Ну, естественно, не тут же. Кузнецу сходил. Молодец. Я не понял, куда я лейку дел? У меня всего три сундука. Я уже не помню, где у меня лейка стоит. Находится, вернее. Что, я здесь бросил разве? Да, я бросил здесь. Молодец. Коса мне пока не нужна. Лейка, сил тоже не хватит. Надо что-то есть. Мне еще кота надо напоить. Так, вот это давай поливай. Но зато это уже автоматизация, друзья. Это уже не надо волноваться о том, что будет у нас, если я не полью растения. Это уже круто. Все готово. Такой же аналог мы должны повторить и здесь. То есть зеркально все это надо повторить будет. И мы это, конечно же, сделаем с вами. Обязательно. Сейчас, подождите. У меня кот погиб. Нормально. Живой. Живой. Все, это я выкашивать пока тогда не буду. Пусть остается на своем месте. Давай займемся катками. Вот смотри. Раз. Ставим тут два. Ставим тут три. Получается у нас три. Вот здесь можно катки ставить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Будет красиво и как раз место, по-моему, для них. Согласны? Согласны. Я тоже так думаю. Сейчас я забираю эту катку. Как ее сорвать? Эти не трогай, потому что там варенье. Не варенье, а консервация. Есть. Теперь мы делаем остальные катки. Мне надо еще три. Подожди, это у меня будет одна, три. Ну да, еще на три как раз хватит. И уголь. А уголь двадцать четыре надо. Опять у меня одного уголька не хватает. Вот посмотрите на это проклятие, да? Вот зараза ж. Постоянно не хватает одного уголька. Если бы же вода разбил, конечно, было бы больше толка. Ну ладно. Сделаем тогда пять. Сделаем тогда пять. Одного уголька опять не хватает. Вообще жесть какая-то. Ну давай. Давай что-то делать. А где мои катки? Да вот они, собственно. Где она? Вот она. Вот будут они здесь стоять. Возле пугала. Чтобы я их видел. И возле наших урожаев. Три катки готово. Теперь берем то, что меньше всего нам нужно. Ну и думаю клубнику. Пять штук. Она самая дорогая. То, что у меня есть. В наличие. И начинаем забивать это каткой. Потом те катки передвинем. А в эти катки поставим... Вернее, три катки еще добавим. Как раз шесть каток пока что нормально. Потом будем думать, где их еще размещать. Как раз все находится в одной точке у нас. Все, шикарно. Теперь у нас все шикарно. Квесты все те же. Цель простая. Наша цель простая. Так как у нас нет денег. В ближайшее время мы ничего не засадим. Нам нужно спускаться в шахту. И делать автополивы. Блин, на одну катку не хватило. Немножко. Морозные же воды. Эти же воды. Омни же воды. Все это оставляем тут. Потому что завтра скорее всего пойду. В шахту. Замерзший минерал. Это надо занести. Замерзшая слеза. Занести и отдать. Гюнтеру я уже не донесу. Поэтому Гюнтера оставляем здесь. А это надо вложить в узелки. Помню точно, что это было дело. У меня кстати два даже осталось этих семени. Я вообще перебрал. Мне восемь всего надо. Да, мне не девять надо. Мне восемь надо было. Поэтому это тоже выкладываем. Если у меня скоророст стать. Скоророст я наверное дыню засажу. Раз он у меня есть. Когда деньги у меня появятся на скоророст. Тогда я это и сделаю. А вообще конечно если я сейчас буду ждать. Я потеряю много. Много ресурсов. Давайте батун продадим нафиг. Вот я если буду сейчас ожидать. То точно потеряю что-то. Время самое главное. У меня кстати три раз кориса осталось. Но это уже на следующий сезон. Он же весной у нас появляется. Да, все рис. Можно забыть про него. Но не настолько и нужен особо. Давайте продадим одуванчик. Десять штук. Продадим дикий хрен. Десять штук. Вот это можно пожевывать. Хотя и хрен можно пожевывать то. Как энергия на самом деле. Нарцисс можно продать. Лук-порей 40 энергии. Лук-порей хорош в шахте. Поросе есть его. А дуванчик 25. Нет, это мы шахту будем есть брать. Даже не знаю что и продать. 23 картофеля продать. Так его можно закрывать было. А что я буду закрывать сейчас? Вот скажите. Ну клубнику хватит на 6 штук. Это через 13 дней подоспеет. Вот еще 3 есть. А, пастернак можно закрывать. По 6 штук. По 5. О, все, продаю картофель. Давай продаю, чтобы у нас деньги были. Хотя бы, я не знаю. Хотя бы дыни засадить. Все, картофель пошел. Я его сдам на разживку. А потом посмотрим. В общем, срочно в шахту. Делаем первые 3. Спринглера. А внизу засаживаем дыни. И это уже будет автополив. И у нас будет с вами свободная энергия, свободные руки. Все, 20-50. Мне делать больше нечего. Это я занесу в узелки. Когда буду бежать, да? Да, мы забежим в узелки. Хозяйственный узелок. Это все. Блин, там что-то было. Это не варенье хоть было? Джем. Любой джем. А я один джем продал. Вот зараза. Ладно, сейчас еще один джем будет. Поэтому мы его сюда вложим. Сыр, мед. Мед пасеку можно будет делать. Легонько уже начинать. Постепенно развивать. Так, это золотое. Золотого я так не добился. Пастернака. Первый сезон. Это можно, но без тайного леса. Мы его все равно не закроем. Осенний узелок мне не нужен. Летний. Во. Виноград. Душистый горошек. Это все мы найдем с вами, когда будем бегать по нашим просторам. Все тогда. Завтра в шахту. У нас есть три дня. Как раз надо набить все необходимое. Прогноз погоды. С вами завтра прекрасный солнечный день. Это все, что мне было нужно. Да, котяра? Несмотря на лето, все равно здесь у нас прохладно. Все, спать. Сейчас картофель. Давай 800. Картофель. Ну давай, удиви меня. Ни хрена себе. Картофеля продал на 2000. Вот это продал картофеля. Шикарно. Я думал, меньше продам. Ничего себе толкнул. Картофель это тема, друзья. Ладно. Не расслабляемся. Пошли быстро в шахту до 45 уровня. Автополив работает. Смотрите, уже пошли ростки. Хорошо. Все, в шахту. Хотя мне надо семена купить. Я сейчас могу купить. Смотрите. По 8 штук. Могу засадить вот это. Ну да, мне надо здесь 16 штук. То есть 14 еще купить сюда. И дальше заниматься чисто дынями. Это дыня, это очень выгодно. Это как карамбола практически. Только чуть дешевле. Ну вино, конечно, мы не приготовим. Но в катки засунем. А я реально не приготовлю вино. Нет, у меня нет еще чертежа о бочке. Поэтому не хмель невыгодно сажать. Поэтому хмель пролетает этим летом, я думаю. Зачем он нам нужен? Ну, тем более, хмель есть хмель. Он очень дешевый. Не будем тратить на это энергию. Ладно, побежали. Быстрее начнем, быстрее закончим. Пьер работает у нас... Надо было через верх, конечно, идти. Пьер работает с 8. Во вторник он работает. Он завтра не работает. Поэтому к Пьеру надо зайти в любом случае сразу же. Шахту чисто, чтобы найти энное количество для автополива. Он с 8 работают. Да, ну ладно, сейчас зайду в этот наш городской клуб. Так, где-то тут, где-то тут, где-то тут слезу мою можно было сдать морозную, чтобы ее не таскать. Не хочется я Гюнтера отдавать. Тут, по-моему, нет. Слитки. Два могу уже сделать, чтобы закрыть. Тут собираю. Слизи нет пока. Вот она, я же говорил. Ну, а огненный кварц попадется после 80 уровня. Все, осталось огненный кварц. Мы его закроем. Это, в принципе, нетрудный. Ремонт вагонеток. Вагонетки мы запустим, наверное, раньше всего. Как только дойдем к золоту и к огненному кварцу. Ну, золото далековато, конечно. Сотый уровень, по-моему, шахт. Так, Пьер через час открывает. Ну, давайте уже закупим семена, чтобы я уже был спокоен. И пойдем. О, очки нашел. Спокойно. Здравствуйте. Очки не вы потеряли? Чего тебе от меня надо? Денег? Я тебе целый горшок золота дам, если ты от меня останешься. Какой неблагодарный парень. А потом же будет со мной дружить. Я просто с тобой пытаюсь подружиться. Ладно, этот мусор мы, если что, выбросим. Так, Пьер, открывай. Пьер, давай время теряем, 20 минут. Ну, впусти меня раньше, аж твой постоянный клиент. Пьер. Негодяй. Ну, давай еще 10 минут. Мне надо срочно закупиться. Короче, два семени у меня есть. Мне надо 14 еще. Все? Можно? Отлично. Завтра он не работает. Здорово, Пьер. Я с тобой, кстати, не общаюсь. Надо бы. Иногда у меня появляются новые товары. Так что заходи почаще. Управлять магазин тяжелый труд. Так, господин. Дай мне срочно еще черники. Дай мне 14 штук. Все, больше не надо. И 10 штук тыквы. Потому что завтра я тебя не поймаю. Хотя не 10, а 8. 8 тыквы. Чтобы одну грядку сделать. Да, 8 тыквы. Ой, тыквы. Да и не тыквы. Тыквы осенью. Все, и все наши деньги ушли. Ну, это хорошо. Это хорошо, потому что мы их превратим в нереальное. Огромное состояние этим летом. Себасин мой брат, если ты еще не в курсе. Мы совершенно не похожи. Ну, что и сводный брат. Поэтому вы и не похожи. Так, срочно железная руда нужна. Срочно железная. Иначе я поливать это все опять не смогу. А так можно будет вообще забыть про садоводство, огороды и все на свете до конца лета. Будем валяться на пляже. Смазывать кого-нибудь кремом. Ничего не определил, кого. И ничего не делать. А деньги будут идти. Автополив и автосбор. Так, 40-й уровень шахты. Ну, давай, повези мне сегодня. Правда, не посмотрел, какая там удача у нас. Пусть мне сегодня повезет. Мне уже повезло. Сразу же. Ну, не по одной же. О, уголь нашел. Все я могу сделать. То есть, что тут драться придется, наверное, чувствую. Постоянно теперь. Сейчас эти вот... Пуховики вот эти, которые на меня нападают. Да, отвали. Пусть мне сейчас убьют здесь. С таким подходом. Мне, кстати, слизь тоже нужна. 99 штук, между прочим. Для узелка. Вот это... Вот это начало, да? Нет, не согласитесь. Как-то жестко. Жестко нас приняли. А сколько нам крылышек надо? 10, по-моему, надо было. Да, да все. Блин, да тут чудовище. Я сейчас перевыполню план по чудовищу. Да отвалите нафиг. Умри. Умри. Отлично. Нет, ну слизь тоже надо добывать. На чему узелок? Зимний корень выпал. Зимний корень. Но эта пещера, конечно, ледяная. Поэтому неудивительно, что он здесь и выпал. Вот это помахался. Половина здоровья ушло. Зато две штуки выпало. Фу. Это будет... О-о-о-о. Давай сюда. О-о-о. Я вижу сразу три. Это мне не повезло просто тогда. Когда я сюда пробирался. А вон морозная еще слеза. Это уже к юнтуру пойдет. Да это же просто чудесно. Так, это бей мечом. Что там, камень? О-о-о. Железная руда. Восемь штук, друзья. Сейчас еще чуть-чуть поработаем. У меня на сколько? Я не помню, сколько мне надо. Но чем больше, тем лучше, я думаю. Отлично. Одиннадцать штук. У меня там есть еще пять. Короче, на три спринклера уже хватит. Все, мне больше не надо. Все, я набил. Пошли. Сейчас, если, 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 если я дойду до сорок пятого уровня по шустому, я отсюда выйду. Мне здесь незачем задерживаться. У меня там четыре, по-моему, осталось. Ну ладно, может еще что-то выпадет, я надеюсь. Медной руды нам хватит. Это я точно знаю. Вообще, надо задуматься о создании новых инструментов. Что столько разбивать камень, это никуда не годится. А выход был там в начале? Что-то я как-то запамятовал. С морожкой будем жевать. Морожку жуй. Помрем с тобой здесь. Вообще уже давайте мне эти слезы. Звездные. Пора уже увеличивать линию энергии. Что это за линия энергии? Какого умирающего хомяка. Какого-то. Который только может сходить, я не знаю куда. На звезды посмотреть. Ну и где выход? Где я вас спрашиваю? О! Я вас спрашиваю выход. Вот он. Так, тут будем искать выход? Или меня как-то сами проведут? Ох, еще одна железная руда. Да сегодня вообще просто духи. Интересно, что там с духами? Надо посмотреть будет. Так, вот это давай разобьем. Тут, кстати, ну ладно, тут не пройдем, чувствую. Камень нам тоже не помешает. У меня еще тоже выходить. О, уголь. Да это просто щедрость. Щедрость богов. Так, и камень заберу. Какой у нас? 43-й? Все, на 45-м валю сразу же. Мне надо еще разбивать грядки, засеивать семена. Поэтому чем быстрее мы отсюда уйдем, тем лучше. Минимум я собрал на эту серию. И то, что задумано, я сделал. Еще выйти, конечно, подсюда. Побыстрее. Все, энергия уже вздыхает. Не вижу выхода. Слушайте, на морожке держусь уже который год-то, а? Поэтому да, продавать просто так, вот это то, что можно съесть. Картофели выгодно продавать. Мы сразу 2000 подняли. Чисто на 20 картофелинах наших. Очень круто. Так, меня вот эти вот пушистые раздражают. Раньше я их убивал очень быстро. Проблем с ними не было. Теперь они просто меня бесят. Вместе со слизнями, так вообще, в компании, так вообще их ничего не встречать никогда. Так, иди нафиг. И друга своего забирай. Иди отсюда. Еще мышь подвалит. 16.20, мне уже надо валить. Мышь. Да отвали, ну будь человеком, мышь. Кстати, я что-то в узелок добавлю уже чувство. Там всего 10 надо. Я б меч, конечно, купил получше. Но опять же, нехватка денег тотальная. Так, опять мышь летит. Это какой? 46. О, еще один уровень продавить. Я валю. О, что-то интересное новое. О, комарин. Такого не было. Надо Гюнтера будет удивить завтра. Я начинаю вставать. Да, вижу. Окей. Мне еще грядки разбивать. Мне домой надо. Выпускайте меня, давайте. Тогда мне не хочется идти. Там слизень. Нет. О, вышел. Ху-ху-ху, вовремя. 45-й, 45-й. Тут нет железа. Нифига себе, я столько никогда их в жизни не видел. Вы видели столько когда-нибудь этих пушистых, ненормальных? Посмотрите, столько такую пещеру я никогда реально не встречал. Так они огромные. Они же будут рассыпаться на части. Зато с них, конечно, уголь может выпасть. Это хороший шанс достать достаточное количество уголька. Я просто не могу уйти и не убить их всех. Тем более взмах мечом не убирает энергии почему-то. Он раньше убирал, мне казалось. Смотрите, сколько хочешь, только и маши. Нет, раньше он не убирал. Значит, если бы мы тогда с вами... Вообще бы тогда валялись без чувств. Так, давай, это шанс набить угля очень много. Мне тогда не нравится, что они отходят в сторону. Это самое опасное. Потом не знаешь, чего ждать-то от них. Ладно, давайте уже сегодня посвятим день сражению с этими товарищами. Все-таки уголь. Найти 12 угля. Сейчас еще туда злобного слизня шлепну. Какое ощущение, что они бессмертные. Иди сюда. Сюда иди. Сейчас начнем уже жжбить. Он уже сверху меня накроет. Отлично. 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 Угля набили, нормально. На катки хватит. Можно еще больше кадок делать. Сейчас я этого только убью. Ну, катки нужны камень и дерево еще, к тому же. Годится. Тут только если есть что-то... Опять их дофига. Ладно, нет, я ухожу. Сказал я. И продолжаю идти вперед. О, там бочка есть. Тут вообще огромный. Смотри, как голова у него нереальная. Точно человек 10 еще сидит в нем. Нет, ничего там не сидит. Да где железо-то? Ого! Да, шахту идти очень трудно. Очень такое занимательное занятие. Этих стало реально больше с обновлением 1.4. Я вам это гарантирую. Их было гораздо меньше раньше. Так, мне сейчас есть еще и убьют с ними. Чтобы столько их было на уровне? Да никогда. Ну, максимум там 5-4. О, железо вижу. Подожди, есть шанс железо сорвать. Отлично. Давай, наверное, еще чуть-чуть поднажмем. Все равно день уже... Ну, вы поняли, куда я уделил этот день. Давай чуть-чуть еще морожки. Ну, мы отобьем камнями это все дело. Давай. А завтра уже тогда займемся оформлением грядок. Грядок и кадок. Вау, кристальный фрукт выпал. Чуть зим... А, ну да, это же зимняя пещера. Где же снег? Зимние столетия выпадать. Штуки. Которые только зимой можно найти. А, так мы можем сейчас закрывать зимний узелок. Воу, реально. Это же выпадает то, что... До зимы надо ждать. Нам раньше времени. Так, извините. Не то. Ладно, давай валить. Я чувствую, мы отсюда выход не найдем. 46-й. Сейчас я еще добуду два... Два бесплатных крыла. Круто. И давайте вот это замочим. Все-таки слизь 99 штук надо где-то брать. Если мы его замочим. Меч надо лучше находить. Блин. Оно прям меня затягивает внутрь, чтобы я не уходил отсюда. Который час? 23. Все-все-все-все. Сейчас только гляну. Сейчас только-все-все. Сейчас я понял, что уже спать пора. Да где же тут ничего вообще нет? Вообще ничего нет. Да, это пустая, конечно, уровень. Ладно, все, уходим. Уходим, иначе потеряем сознание. Все нужное мы нашли. Завтра у нас чисто день творчества будет. 12.20. Это самое последнее время, когда надо выходить с шахты, иначе мы не набежим. Минут 50 чистыми надо. Отсюда, если не задерживаться особо. Хорошо сегодня поработали в шахте. Вообще прекрасно. Зато сможем завтра уже оформить огород. Сегодня, конечно, уже не сможем оформить, но завтра точно сможем. И дыни посадить. И чернику. Ну, конечно, она чуть-чуть позже у нас будет. Будет подоспевать, но ничего. Первый год он всегда такой. Так, появилось что-то. Консервация какая-то появилась. Сейчас я ее сразу и сдам. Зеленая фасоль. Немного восполним деньги. Потом катки передвинем. Где она тут у нас? Давай фасоль сдаем. Нам варенье надо в узелок положить. Все, ничего не выбрасываю. Сейчас будем смотреть, что мы там насобирали. Насобирали очень много всего. Час 20. Шикарно. Сегодня день прошел великолепно просто. До 45-го долезли. О-о-о. Вы слышали, что-то было? Какой-то грохот. Я у меня когда-то был такой грохот в первой сезоне. Обычно это ничего хорошего не несет. Вот метеорит упал у меня когда-то. Давным-давно. А, землетрясение произошло. Землетрясение произошло? Я не помню, чтобы у меня были землетрясения в первом сезоне. Метеорит падал, помню. Прогноз погоды. Завтра солнечное ясно. Духи раздражены. На королева соуса повтор. И что это значит? Ну, по-моему, ничего не сломалось. Нормально. Нормально. Мне очень неловко. Я потерялся в фиолетовые шорты. Я говорю тебе об этом, потому что могу тебе доверять. Если найдешь их, то принеси мне их незаметно. Я хорошо заплачу. Спасибо, мэр Льюис. Я знаю, где их искать, поэтому это не проблема. Так, давайте оценим масштаб землетрясения и потери. На самом деле, я думаю, не очень сильно, потому что у нас ничего не было. Так бы, наверное, сломали бы нам, наверное, все на свете могли сломать. Так. Давайте пока здесь. Могли постройки сломать и заборы сломать. Кота вообще не вижу. А вот он, мертваясь. Как обычно. Ну, землетрясение ничего особо не повредило, я вижу. Парковую зону мы не повредило, надеюсь. Парковая зона моя целая. Дерево как не росло, так и не растет, зараза. Отлично. Чего не растет, это дерево? Одно у меня осталось, короче. Уже месяц не растет. Остальные хоть... Нет, два взошли, смотрите, рядом. Значит, проблема не в том, что оно близко к чему-то. Просто не везет ему, наверное. Наверное, не везет. Ладно. Что делать с землетрясением? Что именно изменилось теперь у меня на ферме? Разлом какой-то появился. Я, честно говоря, не помню, что у меня было землетрясение. Я уже всю ферму оббежал. Может, дедушка на могилу разверзлась? И он сейчас там стоит, может, полит какую-то травку? Да нет, могила на месте. Все нормально, наверное. Потерь? Нет. Хорошо, что у меня была небольшая ферма. Тут, конечно, землетрясение было бы... Ужасающим событием. Просто ужасающим. Все нормально. Нормально. Давай заниматься делами. Не обращай внимания на это все. Тут все хорошо у нас. Так. Так, господа. Сегодня работаем чисто на ферме. Выкладываем то, что надо. Зимний корень, кстати. Это надо выложить по эти узелки. Это замерзшая слеза. Одну гюнтуру, одну не гюнтуру. Одну вообще можно никуда не девать. Аквамарин тоже гюнтуру. У нас 34, 25, 32. Это тоже надо выложить. Траву выложить. 18, 20. На 5. На 4 хватит. Только надо плавить начинать. Именно сейчас начинать плавить. И мы с вами всего добьемся. Надо было, блин, перед сном. Перед сном начинать плавить. А вообще печь надо еще одну построить. Сколько она нам обойдется, эта печь? Нам она обойдется в 25 камней и 20 медной руды. По идее, вполне по карману. Потому что медной руды у нас дофига. Как, собственно, и камни. Давай сделаем быстро пару печей. У меня в прошлом прохождении 3 печки хватило с головой вообще. Поэтому пусть пока стоит здесь. И сразу же будем плавить. Потому что это время, чтобы не терять. Есть. Дайте мне теперь вот эту штуку. Хорош. Хорош. И выбрасываем. Ну, еще одна осталась у нас. Одна осталась. Камень предостаточный. У нас 532. Мусор пока что можем выложить здесь. У меня два мусора. Кстати, надо меч. Ой, меч. Печь еще поставить. Углевыжигательную. В общем, переносим катки. Давайте начнем с каток. Они здесь не нужны. Далеко к ним бегать. И это не актуально их тут ставить. Классно теперь, что катки у нас, смотрите, с током. Видите? С таками, вернее. Раз. И суммируются. Раньше по одной было. Занимал одну клетку инвентаря. Это было в обновлении. 1.4 добавлено. Все. Три готово. Давайте, чтобы они вместе у нас дозревали, подождем, пока остальные досперед. Так. 8 уголька и 50 древесин. Еще на одну катку должно хватить. 6 каток с головой. И пока оставим то, что есть. Я забыл камин выключить. Дым идет из трубы. Так. И уголь. 8 штук. Шло. Во. Ну, теперь это уже тема. Только подождем остальных. Правда, это долго, наверное, будет. Хотя, может, и нет. Все. Место подкатки. Оно просто идеально сюда подходит. Просто идеально. Так. Ждем теперь появления вот этих штук. У нас 4 есть слитка. Больше и не надо. 4 слитка как раз хватит на 4 спринглера простых. Лучше, конечно, подождать. Но мы 3 можем уже вспалывать, по идее. Бери, вспалывай. Что ты ждешь-то? Что ты ждешь-то? Давай. Только не погуби растение свое, пожалуйста. Сложная система. Не такая, как обычно. Ух ты, как я так спалол и соседний. Вот, знаете. Вот так мы будем это все спалывать. Тут что-то у меня, по-моему... По-моему, что-то как-то пролетели вымалось. Да, по-моему, тут немного пролетели. По-моему, пугало с этой вывеской должны сейчас нас покинуть. И, наверное, они это и сделают. Сейчас я буду терять место тогда. Буду терять место. Мне удобнее здесь, чтобы у меня было. Да, пугало, сейчас уйдете. Это не трогай. Пугало, я тебя убираю. Отлично. А, тут еще и свет у меня был. Все, это есть. Пугало поставим с какой стороны? Не знаю. Не знаю, не знаю. Давай пугало поставим, наверное, здесь. Вот тут давай, наверное. А, тут же нельзя поставить. Блин. Давай, убирай. А как это убрать? А, вот это, наверное, да. Давай пугало на дороге поставим. Если это можно сделать будет, нет? О! Особо я этой пользоваться-то не буду. Так а зачем тогда тебе здесь пугало? Сожрут же соседей. Ё-моё. Правильно мыслишь, приятель. Соседи это сожрут. Ставь пугало, наверное, где-то в этом районе. Вот здесь пугало ставь. Ну, по центру ставь, да. Не туда. Как оно так могло далеко поставиться, скажите? Ай. Давай. Во. Вот теперь оно защитит и этот урожай, и нижний урожай. Это пугало здесь, наверное, пока не нужно. Но я пока не планирую здесь ничего засаживать. Что-то у нас подоспел уже. Это слиток, нет? О! Просто чудесно. Всё, мне ещё на один хватит. Но мне хватит пока. Мне пока хватит. Где моя железная руда? Вот она, родная. Давай железную руду сюда. Дай медля, давай. Чё простаивать-то? Пригодится. Пусть плавится. Всё, уголь нам пока не нужен. Выбрасываем катки. Я, наверное, ещё не осилю. Две. Хотя можно и попробовать их поставить. Четыре забираем. Три. Одна сейчас будет. Глину сдаём. Эта дыня, это тоже нужная вещь. Сейчас мы её тоже зацепим сюда. Давай. Забери два семени. Ещё здесь лежит. Вот они, родные. Так. Тут сразу ставим тогда спринкеры. Правильно? Правильно. Да, надо было ставить на камень, конечно же. Ну ладно. Сейчас поставим. А тут сейчас подумаем тогда. Тут можно засаживать. Убирай эти спринкеры. Пока ничего не засажено. Вообще-то мне надо бежать. 14.00. Вот, ё-моё. Я не успеваю просто. Ой, это уже готово. Ничего себе скорость. Мне надо бежать. Мне надо бежать, бежать, бежать. Сейчас скажу куда. Я хотел разбить все же воды. Потому что там в них реально ещё может что-то быть интересно. И сдать доисторический топор. Что ещё? Что ещё хотел сдать? Это можно в узелки будет засунуть. Ладно, узелки мы засунем чуть позже. Так. Три, два, один. Вот это давай пока выложим. Это в узелки чуть позже. Ну, я схожу обязательно. Сегодня или не сегодня, не знаю. Но сдам. Камни пока пусть лежат. Так, ладно, я побежал. Иначе я не успею. 14.20. Как тяжело без вагонеток, лошадей и быстрого перемещения. Представьте, сколько мне сейчас пробежать надо. Весь город пробежать надо, чтобы добежать до кузнеца, который через полтора часа закрывается. Что у нас тут за квест? Шорты мэра. А, ну это мы в следующей серии уже обещали. Я знаю, где их искать просто. А, я не войду, пока с Марни не подружусь. О-о-о. Точно. Сначала с Марни надо подружиться, а потом уже брать шорты мэра. Я не скажу, где они находятся. Так, а среда кузнец работает по средам? Не знаю, сейчас узнаем. А чё мороженым никто не торгует? Обычно в это время здесь торговля идёт активная. Да, отлично, мне повезло, что ты сегодня работаешь. Расколоть. Расколи-ка мне же воды. У меня денег должно хватить. Давай. Правда, денег дофига. Никогда не задумывался раньше. Вау, артефакт для Гюнтура. Пять угля. Слушайте, сегодня удивительный день. Отлично. Тьфуууууу. Две шапки. Отлично. У вас недостаточное мест? А, больше не по месяцу. Ладно, я успею ещё сдать. Хотя что я успею сдать? У меня места нет. Ничего себе надавали. Сейчас на Гюнтуру быстро забегу. Здрасте. Передательные находки музею. Быстро. Вот это давай. Да давай, куда угодно его. Куда нравится, туда забрасывай. Есть. Новый подарок. Отлично. Шапка. Шапку я давай сюда положу. Одна не нужна получается. Передать находки музею. На подарки потом заберу. У меня нет места. Топор, во-первых. Слезу вот эту. Что-то такое. Не по-неправильному всё. И вот это давай. Я не вижу половину столов. Ничего? Что закрывает инвентарь? Ничего, наверное. Так и задумано. Реально не вижу половину столов. Гениально. И вверх не могу попасть. Естественно, как я буду раскладывать это. Давай сюда. Давай туда. Туда не удалось положить. Ладно, зато разбросались. Всё, за вещами зайду попозже. Стой, меня надо расколоть успеть. О, мусор мой до сих пор лежит. Слышите? Возле мусорки. Он не исчез. Оказывается, что вещи не исчезают, если я их брошу. Я думал раньше, что исчезают. Смотрите, мусор я два дня назад здесь выбросил. Так, у меня ещё деньги есть. Камень. Это ужасно. Опять. Одинаковые предметы выпали. Какой был шанс, что они одинаковые выпадут? Это, по-моему, была уже фигня. Это и не было. Сейчас тоже пойду сдавать. Ну, тут не знаю. Сейчас ещё эти морозные разобью. Это совпало. Такой не было. Три железных руды. Все деньги, короче, потратил на этого парня. Дай хоть с тобой поговорю. Привет, что тебе нужно? Какой добрый парень. Я на него только что потратил 300 монет, а он мне... Вот, сломанный диск ещё лежал. Меня ждал. Два дня лежал. Так можно не бояться, что что-то исчезнет, да? Короче, давай я передам ещё находки в музей. Они просто мне не помещаются. На вот это. А, вот так надо. Там что-то меню вылезло вверх. Новый подарок. Во-первых, потом вот это давай я отдам. И вот это отдам. Хорош. Вот это я навалил ему. Два подарка, пожалуйста, мне взамен. Дыня. Карамбала, Карл. Летом карамбала. Ух ты. А это что? Стоячая же вода. У меня три поместятся. Дыня, обалдеть. Хорошо, что я к первой не зашёл, не купил ничего. Сюда пошёл. И карамбала, друзья. Начинается эпоха карамбалы. Ну, кто смотрел первый сезон, знает, что для меня карамбала. Это ж, я не знаю, как символ всей жизни, наверное, моей фермы. Дедушки, вернее, моего. Всё, дыню покупать не надо. А представьте, одно семя, восемьдесят монет. Это только что тысячу где-то срубил. А карамбалу вообще можно купить только в пустыне. О, задание какое-то. Мне нужно, чтобы кто-нибудь медной руды двадцать пять штук. Клинт. Клинт, только что у тебя был. У меня есть двадцать пять штук. Она у меня лежит в сундуке. Ну, да у меня даже с собой есть двадцать пять штук. Нет, у меня шесть. Так, я к нему не зайду, да, сейчас? Надеюсь, он пить сегодня будет. Надеюсь, да. Он обычно пьёт вечером. Так, здесь тогда мы с вами засаживаем, чтобы не отличалось у нас ничего. Семена вот эти. А, сменишь вот это дело. Надо же красивую грядку сделать. Да, сделаю вот это пока. Нам две надо. Я на тут, вот она. Ну, пока так, потом сделаем красивую пластину, согласна? Так, ну и это. Автополив начинает свою жизнь. Больше никаких поливалок. Ну, пока что. Так, тут готово. Здесь у нас будет промышленная зона. Раз-два. И тут раз-два. Этот выпадает отсюда. Отсюда выпадает. Поэтому, ну, здесь точно так же сделаем. Давай. Давай аккуратно. Раз-два-три. Здесь будут дыни. Тем более у нас их дофига просто. Ну, некоторые придётся поливать, собственно, ручно. Там подоспел наш железный слиток, нет? Да, подоспел, но он, к сожалению, один больше нет. То, что я нашёл, это вещь хорошая, но она... Блин, никуда не пойдёт. Мусора много, надо делать углевыжигательную печь. Кстати. Раз-два-три-четыре-пять-шесть. Двадцать пять надо? Оно засчиталось, нет? Или у меня надо добыть ее? Найдено. Нет. Двадцать пять надо найти. Я не пойду в шахту, Клин. Прости, твоё задание провалено будет. Ну, чё они так и так не срабатывают? Скажите мне, пожалуйста. А если я ее выброшу на землю? А я не смогу ее выбросить на землю. Ну, почему? Ну, вот смотри же. Ну, двадцать пять. А раньше срабатывало в другой версии игры. Я так брал и всё. Где они срабатывают? Ну, ладно. Мне ещё-то и хотелось. Ладно, давай выбросим вот это. Артефакты не влазят. Это у меня такое тоже нет такого. Это узелки. Это узелки. Это сейчас надо посадить срочно. Уже здесь места нет. Обалдеть. Срочно углек... А, вот это надо взять. Пойти вынести. Десять штук. Так. Ну, Клин пролетел. Я точно туда не пойду в ближайшее время. Так. Это что? Надуванчик. Чё ты тут делаешь? Давай валить сюда. Здесь... Места для руды, артефактов и всякой фигни. Уголь на... Да, надо, 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 надо сделать эту штуку. Но сейчас давайте сначала дыни посадим. Время-то идёт. Илейки, илейки, илейки. Главное. Давай, приятель. Отлично. Так. Здесь у нас тоже аккуратно. Блин, это всё ж палит надо. Но сейчас же ж не палит. А камень у меня остался? Остался. Шикарно. Давай тоже тут офигни сделаем. Иди сюда. Давай сюда. Давай. Давай. Лейку. И засаживаем теперь дыней. Поехали. Что-то надо будет докупить. Но дыня это реально круто. Так. Сколько у меня осталось? 8 дынь. Ещё хватит на один круг. Но у меня не хватит. Уже лейки не будет дополнительной. А давай тогда сделаем так. Давай поступим по-другому. Этого тогда мы поставим вот здесь. Надзорно вношу. Вот здесь. А здесь тогда сделаем один круг. А здесь сделаем ещё один круг. Во. Это уже будет оно. Давай бегом. Только не повреди соседнюю грядку. Будут такие промежутки у нас небольшие. Это я что-то переборщил. Ну ладно. Но мы-то сейчас исправим. Давай исправляйся. Отлично. Так. Тут у нас что? Тут надо поставить. А у меня ещё одна есть лейка? Нет. У меня автолейки нет. Поэтому. Ну давай сразу сделаем. Пока я помню. Так. Есть. И засаживай сразу семенами. Это придётся вручную поливать. Пока не найдём с вами железной руды ещё. Так. Готово. Вот тут вот. Вот перед ним. Перед этим пугалом. Чтобы не дай бог. Его не сожрала. Ни одна ворона. Или не надо. Я хотел здесь карамбулу посадить. Своё единственное семя. А сколько она растёт по времени? 13 дней. У меня может быть фрукт один карамбулы. Но опять же. Надо его посадить на автолейку. Ладно. Неважно. Автолейку ещё надо создать. Нет. Не буду её. А то я забуду полить. И она у меня засохнет. Поэтому. Поливаем сейчас всё что можем. Здесь мы с вами ставим светильник. Который куда-то исчез. Здесь табличку поставим. Во. Вот так вот. Потом напишем на ней что-нибудь. Когда появится что-нибудь интересное. Просто пришлось снести наш пастернак. Так. Поливаем. Чтобы она уже сегодня завязалась. Там у нас корневая система. Клинт жалко пролетел. Так бы мой клинт сейчас бы. А чё это не полито? Потому что она четыре только поливает. Приятель. Да. Это ж первый уровень. Это не те. Не то что нужно. Блин. Я только сейчас вспомнил. Она только четыре поливает. По направлениям. Поэтому часть надо будет всё-таки дополивать. Ну ладно. Часть это немного. Края надо будет поливать заново. Хорошо что я заметил. Ладно. Да-да-да. Я просто забыл что была ещё более ранняя версия спринглеров. Которые поливали только четыре направления. Лево-право-верх-низ. А по диагонали они не поливали. Не восемь штук. Ну ладно. Хотя бы так. Хотя бы так уже будет легче. И здорово что я это увидел. Всё. Вот тут ещё мы сделаем одну. Одну с вами. Лейку. А более мощного спринглера у меня наверное нет и чертежа ещё. Да. Я кстати могу создать ещё один. А как это я такое у меня... А так сделай. Чё-то... Чё-то здесь ждёшь. Давай хотя бы меньше поливать будем завтра. Отлично. Четыре будет поливать. А края, углы надо не забыть. Будем сами поливать. Как собственно и здесь. Поэтому давай их наверное раньше посадим. Который час. Двадцать три... Ух ты уже поздно. Вот здесь давай. Одну сделаем. И угловая эта будет у нас карамбала. Карамбал давай засаживай. Всё. Карамбала пошла. Это вообще как божество должно быть. Потому что мы потом сделаем экстрактор семян и размножим. Потому что в пустыню мы не скоро ещё попадём. А здесь мотыку посадим. Тоже будем поливать. Ну а что? Во пошло. Всё. Тут главное не забыть что это. Который час. Двенадцать на ночь. Сейчас уже уставать должен начать. Есть у нас подсветка. Да. Две подсветки есть. Давай сюда и... Так. Это в эту часть. Что ещё лишнего у нас тут? Глина. Это нам не нужно. Кепка тоже не влезет. Это в узелки надо засунуть. Это в узелки. По-моему и то и то нужно в узелках. Это золотая фигня. Это не здесь. 10 в узелки я добавляю. Это вот сюда камни. Катки ждём пока. Катки пока не трогаем. Надо сделать ещё углевывыжигательную печь. Ой. Не углевыжигательную. А мусороперерабатывающую. Хотя и углевыжигательная тоже нам бы... Я вам скажу. Помогла бы. Так. Тут свет я поставил. И тут свет я ставлю. Чтобы не забыть, что здесь у нас карамбала святая. Всё. Защищены они пугалыми. Защищены. Теперь сюда никто не подлетит и не сожрёт. Отлично. Здесь мы дынями ещё обсадим. С этой стороны. Ну а дальше уже по финансам будем смотреть. Что у нас с финансами. Уже от этого отталкиваться. Всё. Сейчас я здесь ещё выброшу золотые штуки. Вот это на узелок идёт точно. Это точно на узелок. Это точно на узелок идёт. Это можно дома поставить. Вот эту вот фигню куда-то сюда можно добавить. Отлично. Это в узелки мы сбрасываем. Ладно. Всё. Мы сегодня отлично с вами поработали. Сделали спринклеры хоть какие-то. Я думал, конечно, что они на 8 частей у нас будут поливаться. Нет. Не на 8 частей у нас поливаются. Ну что я хотел ещё поменять. А вот это я хотел ещё поменять. А как её поставить? А, вот так. Ну, пусть будет всё спать. Отлично. Это как награда нам от Гюнтера. Лучше бы, конечно, семян дал ещё. Ну и так, конечно, 9 семян дыни. Практически 800 монет заработали. Это, конечно, круто. Так. Так. Смотрим, что у нас завтра. Ну, следующая серия. О чём надо не забыть. Узелки. Раз, два, три, четыре. Давайте посмотрим для прикола зимний узелок. Ну, просто для прикола, чтобы оценить. Ситуацию. Для прикола зимний узелок. Живой, зимний, зимний. Комната искусства. Аквариум бойлерная. Кладовая. Осенний, зимний, да? Отборный, хозяйственный, животный. Осенний, летний. А где зимний узелок? Подожди, я шоу где-то видел. Но не бойлерная точно. Аквариум не она. Комната искусств. Вот зимний узелок. Да, раз, два. Два предмета мы уже нашли с вами в зимней шахте. Так что мы смело можем это вкладывать. Все, друзья. Тогда в следующей серии надо не забыть обязательно все это занести. Иначе у нас инвентаря просто опять не будет хватать. Прекрасно мы сегодня с вами побегали. Прекрасно сегодня поработали. Хоть и не те спринглеры поставили. Кстати, варенье тоже в зимний узелок надо... Ой, в любой узелок надо передать. Теперь мы можем поливать только углы. Только по углам поливать не забывать. А потом, возможно, нам дадут чертеж более мощного спринглера. Чтобы 8 хотя бы захватил. Это самый маленький, самый простой. Но все же помощь. Все же помощь не забывать поливать карамболу. Это тоже обязательно. На этом все, друзья. На этом все. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Шэдвель. Игровые миры до новых серий Старди Вэлли. Развиваемся, процедаем и растем. Пока.